В борьбу за зеленую зону вступили жители поселка Искатели. Там в одном из районов предприниматели всего за несколько дней вырубили больше десятка деревьев. По словам бизнесменов, их действия законны. Земля, на которой уничтожаются насаждения, находится в аренде. Но сейчас же некогда зеленый массив уже превратился в песчаный карьер. Всего несколько дней назад на этом месте возвышались молодые деревья. Сегодня от них уже не следа. Деревья буквально снесли вот эти вот многотонным гусеничным трактором. После лесную поляну засыпали песком и теперь здесь предприниматели хотят садить картошку. Валерий Ивасенко первый, кто поднял тревогу. О массовом уничтожении деревьев ему сообщил сосед. Мужчина сразу же отправился в зеленую зону, но вместо привычных насаждений увидел работающую тяжелую технику. Бульдозеры на тот момент уже повалили десятки деревьев. Это вредительство. Полное вредительство. Я считаю так. Это просто преступление. Это любимое место жителей. Даже из города приезжают. Люди здесь с детьми отдыхают. Вот в этом массиве. Эти земли нетронутыми оставались десятилетия. Но теперь участок отдали предпринимателю. Юрий Ройс на этом месте строит частную ферму. Деревья в поле уже расчищены и засыпаны песком. Разрешение на работу, говорит, бизнесмен получил от поселковых чиновников. Мол, все официально. Это же заполярный район. Администрация. Все тут согласовано. Все официально. Если под фермерское хозяйство, то как еще можно? По-другому как? Я каждое дерево буду обходить? Если я трактором все это делаю? В местной администрации о вырубке деревьев в курсе. Чиновники уверяют, разрешительные документы предпринимателю действительно выдавались. Ему было предоставлено здесь участок. Там, где леса мало. Леса-то там не было. Тут свалка. Металлолома раньше была. То есть там будет законно? Все нормально? Ну, получается, да. Но изучив спутниковую съемку, впечатление, что чиновник вообще не знаком с данным участком, который предоставили предпринимателю под строительство фермы. На фото отчетливо видно, до уничтожения насаждений на территории росли десятки деревьев. А тем временем на соседней зоне тоже идут работы. Научно-техническое предприятие «Рубус» на этом участке строит садовый центр. Уже высажены ель, сосна, рябины и даже сирень. Впрочем, и здесь без вырубки не обойдется. Я тоже буду лес сломать, не скрою, потому что этот участок, где сейчас дорога находится, он является чужой собственностью. Соответственно, мне нужна проезжая часть. А так как участки в аренде будут в дальнейшем, в перспективе, вокруг нас, соответственно, придется просеку 10 метров делать. Некоторые деревья, обещает Александр, будут пересажены, но большую часть придется уничтожить. Ждели поселка Искатели, такая ситуация, конечно же, не устраивает. В ближайшее время они намерены направить коллективное письмо в Росприроднадзор, чтобы ведомство проверило законность вырубки деревьев.